Этой остановкой пользуется где-то только в лучшем случае 25% жителей, одна четвертая. Это вот отсюда и вот отсюда. Остальная вся масса ориентируется на конечную. Схематично все выглядит очень близко. Нынешняя и прошлая конечная остановки автобуса номер 13. Но в реальности путь занимает до получаса. Общественная активистка поселка Божаткова Наталья Финякина убедительно доказывает, почему. В силу определенных географических особенностей и транспортных поселку Божаткова нет иной альтернативы, кроме как 13 маршрута. Находясь фактически очень близко от города, то есть на автобусе это от 10 до 20 минут до площади Победы, пешком это расстояние преодолеть людям невозможно. Раньше до конечки автобусы просто не доезжали. Все потому, что на кольце в самом центре поселка они просто не могли разворачиваться. Но сегодня управлением городского автотранспорта закуплены новые автобусы. Все стало как раньше. Еще одна тема от Натальи Финякиной – скрупулезное соблюдение водителями графика движения. С этим в отделе организации перевозок пообещали разобраться. У нас разработано новое расписание, по которому автобусы начали работать 6 числа. Интервал движения составляет 20 минут. На линии работают 6 автобусов. Подвижной состав, можно сказать, новый, который поступил из Москвы. С жителями Божатково мы встречаемся уже не первый раз. То есть на каждом этапе, когда возникали вопросы по транспорту, мы в управление транспорта обращались. Это был вопрос и по размещению второго круга. То есть этого добились коллеги. Мы уже приняли правильное, своевременное решение. И сейчас автобусы идут до второго круга, который позволяет вывозить большое количество жителей поселка Божатково. Ответы на вопросы из Божатково уже стали своеобразной визитной карточкой Рязанской городской администрации. Сегодня мэрия с местными жителями в тесном контакте. И решает все возникающие вопросы оперативно, как, впрочем, и в других районах Рязани. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».